авито есть авито народ всем привет это вторая часть нашего нового проекта купи дай жизнь продай сегодня мы шкурим автомобиль и скорее всего уже сегодня загрунтуем поэтому напарник мой приехал вчера он проебланил до 6 часов вечера в итоге пришлось большинство половин делать одному но это ничего страшного вчера мы начали уже заниматься автомобилем шкурить его убирать жучки выравнивать сегодня у нас предстоит до конца его зашкурить и вот сегодня может быть уже наверно будем а его грунтовать поэтому продолжаем заниматься сейчас я вам покажу что мы уже сделали тут и яму открылся блять ёбнулись и так но крыло мы уже сделали осталось у нас передняя крыша капот два крыла да наверно спереди осталось уже вот зашкурили рыжики убрали сегодня надо будет шпаклевать уже также заднюю дверь вот мы сделали зашкурили вот эти вот надо будет либо проваривать либо шкурить она в принципе не гнилое но ржавчина вот она какая осталось спереди наделать что-то там включи там нет видишь сигнала нету пишет не 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 втыкай он сейчас включится ты данте на что-то мозгом пассирует чем-то он 2 дом 2 хороший дом 2 норм ну сейчас он там эти гранты на мозгом пассирует я короче покупал себе в этом деревне там он написано все почему-то это 0 за полтора за полтора ху взял за заказа взял антену пиздатую и блять 2000 просто на я прям вот так просто бросил на чердаке похуй как он просто бросил не надо вон антенну поправить и блять ловит нахуй вообще вот такой хуйни ни разу не выскочил даже не притормаживает вообще никак на хуй знает сейчас посмотрим так ну все сейчас пьем кофе и продолжаем заниматься автомобилем я думаю сегодня можно будет уже попробовать его загрунтовать если дядя андрей никуда не съебется ходит лыбит у нас надо сыпаться куда-нибудь кофе попить так что так все ребят короче пьем кофе и продолжаем заниматься автомобилем погнали так что так что и и и и Чё ты там ломаешь уже? Зеркала. Вот так посмотришь, блядь, и уже начинает чё-то спиздить. Пока с другой стороны шкуришь, блядь, Андрюха уже это, зеркало ворует её. Зачем оно тебе? Ты же на форде ездишь, блядь. Что на стиле хреново показывать. Всё, снял. Блядь, забить, да, не снимай, стрельболчика, три саморезика и всё. Зеркало в руках, блядь. Тут тоже там сверили. Да, тут не, не тронут. Тут форды не трогают. Нет. Так, ребята, вот сам вся причина, когда люди красят машину и не снимая поворотников. Вот что происходит. Вот эту лото я сейчас попробую зашкурить. Если не получится, то придётся вот это вырезать и сюда новую варивать. Такая же хрень на той стороне. Дальше, Андрёх. Андрёх. Я, кстати, снял тоже поворотник. Тут пиздец. У тебя такая же хрень? Да, я уже зачистил. А, зачистил. У тебя нет этого там, ну, блядь, дырки-то? Нет. Ну, она, блядь, прям, ну, в идеале я не могу её вышкарить. Я надо вытравливать подходит. Ну, я вот сейчас тоже болгаркой вышкарю. Я просто вам говорю то, что это, когда красит и не снимают, блядь, что происходит. Ржавчина какая, нахуй. Ну, сто процентов покрасили, не снимай их, да, наверное? Не полюбалу. Ну, потому что я, блядь, почему так сказал, потому что, видишь, здесь краска, нахуй, у меня. У тебя не знаю, как там. Ну, у меня не знаю, не видно. У меня он, блядь, вместе с резинкой со всех у неё он крашеный, блядь. А-а. Поэтому, нахуй, я и говорю, что у меня здесь ничего не снималось. Ни хуй знает. Ладно, что, ребят, продолжаем дальше заниматься. Уже здесь у нас тоже косяк, будем заделывать. Ну, если есть, я зашкурю, будем снимать. Дальше покажу вам. Погнали. Тут можно взять? Вот, вот, всё, да? Здесь можно брать. Можно, да, что нет-то? Ну, вот так, ребят, короче, получилось. Я думаю, пойдёт, дырок нету. Бам-бам-бам. На улице прям выходит такой, это, блядь. Так, а ты что будешь делать? Дверь выпрямлять, а ты умеешь? Скажи, я прибал давно получал, да? Так, на этой двери у нас мятина. Вот здесь, спереди. Дедовским способом, да, выпрямляем. Бля, надо, будет этот деньги, надо это купить. Как он, споттер, да, называется? Угу. Бля, вообще охуенная тема. Паджаро. Паджаро. Паджаро спорт. Паджаро. Соколика маленькая. Ну, конечно, выйдет, я сказал, что выйдет она. Это, получается, я резко открываю, да, наверное, скорее всего. Вот сюда вот и надо чуть поближе бить. Вот здесь, я понимаю, что... Сделай здесь плен. Хули здесь, ну, же, грех еще. Само железо, блин, такое тонко. Бьешь, она в обратку хреначит. Хочешь? Еще сильнее, Паджаро, ударь. Еще. Сильнее ударь. Смотри, нахуй уже, насколько выпрямлялся. Ты вот сюда бьешь, тебе надо вот сюда вот ударить. Вот сюда. А, туда получается? Да, а ты бьешь прямо в этот угол. Я тебя, блядь, и спрашиваю, куда-нибудь, да? Ты говоришь, еще, блядь. Еще? Ты говорю, еще. Еще. Так? Да еще посильнее, что-то как по кизде ладошкой. Сильнее не надо. Петр? Ну, идет, но еще надо. У тебя, получается, ты вот сюда бьешь? Вот сюда. Вот сюда. Я ее так уже почти выдел, выбил, блядь. Куда нахуй дальше-то? Не, ну, там эту яму можно уже это вывести. Почему можно? У тебя, получается, слева-справа нормально, а в середине немного это. Вот здесь тоже такая же хрень была. Зашкорили. Ну, получше, чем было. Выходит, да? Сучка, блядь. Тудоведка, да. Тудоведка. Так, ребята, осталось. Да хуя, да, осталось. Крышу, капот, надо и морду разбирать. Надо, наверное, ее будет выгнать в машину. Обдуть. Загнать жопой. И морду хуярить, да? Ну, надо, я думаю, что жопу зашпаклевать сначала. А, ну, можно, да, можно, короче... Почему ее, блядь, по сто раз подвигать будем? Жопу выведем, нахуй, потом переставим, и все. Ну, да, пока переставляет, пусть сохнет, жопа будет морду делать. И все. Пока будем это шпаклевать, крышу шкурить, шпаклевать и будем это... Пока она будет сохнуть, развернем ее, начнем морду делать, потому что там надо бампер снимать, передний. Капот. Вот этот молдинг, блядь, ворон, класс. Снимать надо. Ворон, класс. Там написано так, блядь, ворон, класс. Офигеть. Ну и все. И будет же бэст. Сон, дальше не выйдет, ну. Давай, посмотри. Смотри, так, ну и как заебись получилось. Ну, это не я. Если бы я тут не пиздил, ну да? Да, да, да. Ну и все, продолжаем. И нужно будет у тебя еще из гаража этот взять, клапана, чтобы не забыть сделать. Я вечером заеду. Я полетен с ровно, да, поеду вечером. Так, ну что, ребят, продолжаем заниматься. Так, ну что, ребята, сейчас мы выгоняем машину, обдуем ее, загоняем и начинаем шпаклевать. Давай, давай, прямо руль. Хорош. Че, обдуешь или поснимаешь? Обдуешь или поснимаешь? Да. Обдуешь или поснимаешь? Да. Так. Я не трогаю, собственно. Так, ну что. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, блядь... Кинули мы шпаклёвки... Сейчас будем выравнивать всё... Низь надо тоже, блядь, зашкуривать... Хотя... Вот здесь антигравий будет... Снова зашкурить чуть-чуть... Так... Ну, почти... Сейчас всё подсохнет, будем вышкуривать... Готовить машину грунту... Ворон класс этот я снял... Сейчас капот, блядь... Зашкурим... Вот... Надо будет бампер передний снимать... Там тоже надо будет шкурить... Чё ты тут ищешь? Я смогу... 195 просмотров... Мы... Машину полностью зашкурили... Сейчас... Готовим её... К шпаклёвке... Выравниваем... Ну да, шпаклюем уже, грубо говоря... Все мятинки... Скольчики... Где рыжики были... Вот... Ну и... Ждём, когда высохнет шпаклёвка... Будем... Зашкуривать... Надо снять спереди ещё бампер... Бороду там внизу тоже сделаем... Антигравий пустим... Ну и всё, в принципе... У меня так этот... Да, много, да? Всяких... Неровностей... Рочки, кстати, ребята... Снимать-то я не знаю... Будем, не будем... Наверное, нет... Они были в цвет покрашены... Я думаю, мы их, наверное, также в цвет и покрасим... Мы их зашкурили... Так же, наверное, в цвет покрасим... Знаешь, это колхоз немного... Ну, а что теперь сделаешь... Ну и капот тоже... Тут у нас мятина... Две здесь... И вот здесь... Ну, более-менее хоть будет... Всё... Начинаем... Шпаклевать... Уже начались, а? Ты чё? Никак не успокоишься... Ну, как-то так... Сегодня, наверное, может быть даже уже попробуем загрунтовать, да? Ну, здесь всегда получится... Конечно, неизвестно... Но, вообще, было бы заебись, да? Если её сегодня... Ну, блядь, да... Тут сейчас просто... Хуй знает... Сейчас по-любому что-то где-то перешпаклевать придётся... Не, ну, это понятно... Вообще, желательно... Был бы вообще отличный... Чтоб завтра приехать и уже её это... И завтра же зашкурить, да? Её замыть и, блядь, можно базу уложить... Вот... В идеале... Да, было бы... Отлично... Фух... Будем красить мы её, ребят, не в металлик, а в акрил... Скорее всего, наверное, да? Да, в такой же... В такой же цвет акриловый мы покрасим... Я думаю, нет смысла её красить в какой-то металлик... Вот... В проёмы, да... Ну, придётся её тогда полностью с проёмом и так далее... У нас в проёмы, как бы, они всё хороши... Ну, всё нормально у них... Мы пороги положим антигравий... Положим сзади, спереди антигравий... И... Он подсохнет и покрасим цвет... И всё... Я думаю, наверное, на этом будет нормально... Потому что, в принципе, пороги, они, ну, не гнилые... Ничего у них нету, не ржавого... Вот... Сделаем... Я думаю, так, наверное, проще будет... Потому что... Лак, он, наверное, нахер, да, не нужен... Была в акриле, она и будет в акриле... Вот... Тазик наш... Русский... Тазик... Ну, его, да... Заполирнём, как следует... Тоже... Полирнём... Ну, да, чтобы... Как бы было... Красиво видно всё... То, что вот машина сделана... Ну, и всё... И мы как починим её сделаем... И... Выставляем на продажу... Кто меня смотрит, также, в принципе, можете приехать... И... Собрать этот автомобиль... Вот... Поэтому... Продолжаем... Ну, вот... Шпаклёвка высохла... Начинаем зашкуривать... Багажник мы уже выровняли... Крыло... Сейчас пойдём... Дверь... Вот... Пол крыши сделали... И так далее... Вот... У нас... Ебёмся... Пока... С этой дверью... У нас она... Более такая... Мятая... Дверь... Дядя Андрей ругается... Да, ругаешься? Да, ругаешься? Угу... 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 Люся... 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 Вот... Ну, как-то так... Продолжаем... Дальше заниматься... Сейчас будем зашкуривать до конца всё... Будем смотреть... Может, сегодня уже и будем грунтовать... Там уже... Посмотрим... Что, Сашка? Ха-ха-ха-ха... Чё ты? Сашка? Чё ты? Сашка... Чё ты? Чё ты делаешь? Вот скажи мне... Дядя, шпатель на мою... Шпатель на мою... Шпателя мою... Шпателя мою... Надо их стиральную машинку... Бля... У них была бы такая машинка для шпателей... Ага... Ага... Кинул шпачечка... Правильно... Видишь, как натирает... Прямо как это любит. Что ты все зашкурил? Я там уже зашпаклевал. Так, дверь зашпаклевали. Ну что, продолжаем мы заниматься ВАЗ-2107. Это у нас вторая часть. Мы сегодня зашкуриваем и полностью выравниваем. И готовим уже ее под грунт. Грунт мы положим, и он будет сохнуть. На этом закончится вторая часть. Третья часть будет уже у нас замывание грунта и сама покраска автомобиля. Покрасим автомобиль. Потом будет четвертая часть. Это сборка автомобиля, когда мы уже его соберем. И уже готова она будет к продаже. Ну и выйдем из гаража. Естественно, мы вам все снимем. Покажем, как она была до и после. Вот. А после этого будет пятая часть. Это когда уже приедет покупатель и будет ее покупать. Поэтому продолжаем заниматься дальше. Машиной. Погнали. Машина готовится к грунту. Уже много что сделано. Больше, наверное, половины уже сделано. Здесь дверь. Вот с ней занимаемся. Боли и геморрой. Андрюх, он весь белый. А, да что весь белый-то? Блин, дед мороз. Дед мороз. Ну вот, что-то типа наподобие. Получается автомобиль. Блин, дед мороз, а ты дед. Да-да. Ну ладно, чуть-чуть осталось. И можно уже будет красить под грунт. Сейчас вот эту дверь я сделаю. Вот здесь дверь со шкурю. Ну и капот остался. Крыло. Это крыло, багажник, крыша. Уже все сделано. Можно сказать, вывели. Ну не под ноль, конечно. Есть все равно где-то, наверное, косички. Но намного лучше, чем было. Нам нужен бампер, ребят. Если есть у кого на семерку бампер, предложите в личку. Может, у кого валяется ненужный. Все. Подходим мы к концу. Самой шпаклевки, выравнивание дверей и так далее. Левая сторона готова полностью. Багажник и заднее отделение. Все тоже полностью готово. У нас осталась одна дверь. Это вот эта. А справа вдруг ебется до сих пор. А что ты все ебешься-то? Хуй знает. Хуй знает. Вот осталась, короче, вот эта дверь. Остальное все вроде... А, вот там еще, да, у тебя или что? Все уже. А, все. Вот. Посмотрим, как Андрюха тут нахуй вертел. Вот. Ну и, короче, это... Осталась, короче, задняя правая дверь. Все. А, сейчас мы делаем. Выводим до конца. Ну и, в принципе, завтра, наверное, приезжаем. Ее грунтуем. Вот. А я досниму, и будет вторая часть эта. И выйдет до грунтовки. Потом у нас уже будет по покраске. Бля, грязный такой. Так, ну и, в принципе, завтра мы загрунтуем. Сегодня уже, наверное, не успеем. Потому что кое-кто проебался с двери целый день. Ого-го. Вот. И, короче... Сейчас доделаем. Уберемся в гараже. Подготовим, протрем все, чтобы подготовить ее грунту. Загрунтуем. Нам надо еще дрова сегодня наколоть, можем так сказать. Напилить. Потому что завтра будем разогревать. Вот. Печку. Чтобы грунт побыстрее высох. Ну и, короче, в принципе, мы уже сегодня будем... Ну, а что? Ну да, наверное, сегодня что? Мы сейчас загрунтуем, да, печку. Для печки дров подготовим. Завтра приедем и уже, короче, будем делать. Грунтовать. Поэтому, короче, погнали. Вот, выровняем сейчас все. Ну и все. Поэтому погнали, ребята. Сегодня мы закончили уже. Машина полностью готова для грунта. Завтра придем еще. Там есть небольшие, где надо зашкурить. Мы намазали. Сейчас подсохнет, короче. И завтра мы уже сделаем. И все. Завтра поем магазин. Купим грунт. После грунта... Ну, как, покрасим грунт. Завтра натопим. Оно высохнет. Мы зашкурим его. И уже начнем красить автомобиль. Поэтому, на сегодня все. Уже часов, наверное, 9-10. Мы завтра вернемся утра и будем грунтовать. Для нас это будет завтра. Для вас пару секунд. Так, что мы тут набрали, блядь? Стаканчики. Блядь, бумаги, нахуй. Так, ребят, вот мы взяли такой у нас... Это у нас что, грунт, да, получается? Грунт. Это не реклама. Такой взяли. Грунт. Отвердитель. От автоэмалька. Это что у нас цвет какой? Мурена. Ну, это написано на этой. А, вот, да. Партия 330. Мурена цвет. У нас темно-зеленый. Мурена, он же тоже, да, похоже? Это он и есть. А, он и есть, да? Ну, вот. И вот к нему отвердитель тоже. Аркеловый. Универсальный. Акриловый. А, акриловый. Акриловый. Акриловый, да, блядь. И все, и вот коробочка, блядь. И вот это говно за 100 рублей, блядь. Вот это говно за 100 рублей. Зеленое. Пиздец, я. У меня там тоже, надо вот этот бьет большие брать. Я Мариньке сказал, она должна принести. Она сюда и приносит. 150 рублей нахуй, моток, ёпта. А, ты думал я. Нихуя себе, наверное. Ну, ладно, мы нахуй, это... Пойду. Возьмем этот какого. 150 рублей, охуя. Должны принести нам. Так, ну чё, нам надо... Блядь, опять ты прилетел. У нас здесь осы летают. Улей. Какой? На, блядь. Нихуя ты поразил удар. Конечно, вырубил. А ты думал, я чё, блядь, просто так занимался. Так, ребят, ну что, нам надо, короче, доделать вот эту дверь заднюю. Сейчас мы её дошкурим. Пройтись по кузову ещё раз. Посмотреть, где какие неровности, может быть, ещё что-то доделать. Сейчас, наверное, всё же, наверное, растопим, да? Как-то на улице вроде тепло, а в гараже это... В гараже прохладно. Вот. Я думаю, мы сейчас, наверное, как сделаем? Мы, наверное, сделаем... Мы сейчас попьём кофейку. Дрова, наверное. А чё печку топить? Чё ты будешь топить? Это голод тебя там у гаража лежит, нам поломаем всё. Надо вот эту раму распилить. Ну, бля, пилить, нахуй, 10 минут. Распилить, сложить сюда. Ну и растопить так, ну, не особо как бы сильно, но растопить. Потому что причём-то на улице тепло, в гараже холодно. Странно, блядь. Вчера наоборот было. Вчера, да, наоборот было. Вчера на улице прохладнее, в гараже теплее. Блядь, у меня мысль есть бездатная, да? Какая? Короче, вот так вот. Двери, блядь, вот эту стольку, нахуй. Вот так вот. Вот, ну, вот эти все рамки дверей покрасить в чёрный, блядь. Смотри, стойка, пиздаца будет. В чёрный, блядь. У тебя есть чёрная краска, ну, а то? Блядь, эти антигравий на таком. Да я думаю, нужно это, не нужно. Я думаю, наверное... Ну, блядь, она уёбищно выглядит. Ну, похуй. По-то это потом можно сделать, я не говорю, что сейчас сразу. Просто, ну, мы обольём, как обольём, а там, блядь, потом может быть. Да я думаю, зачем? Обычно всё цвет так же сделают. Что нам надо вот это всё заклеить? Это всё прокрашивается. Всё, сейчас мы доделаем. Да и нормально будет. Так, ну чё, сейчас, ребят, пьём кофе и начинаем работать. Поехали. Дядя Андрей у нас, блядь, топит печку. На улице плюс 18. Да не пиздец, нахуй. Говорит, что, блядь, будет пиздец, если не затопить. На улице минус 100, блядь, солнышко светит. Так, ну что, всё, начинаем. Сейчас чуть потопим гараж и начинаем заниматься автомобилем. Вы выиграли автомобиль. Да? У нас здесь осы атаковали. Это вообще ужас какой-то. Осы атакуют. Так, а где у нас? Вератье Марина. А где у нас? Вот, чтобы сжигалку купить. Да. Сегодня уже, ребят, попробуем, конечно, забрунтовать. Если получится, то покрась. Сейчас, ну, натопим гараж, чтобы было. Тем более, такое, будет нормальное. Тепло было в гараже. В принципе, на улице тоже нормальное тепло. Так, ребят, у нас приключилась беда. Что-то случилось с нашим новым компрессором. Неизвестно, что. В холостую он работает нормально. В холостую работа и выбивает вот этот вот счетчик здесь сбоку. Предохранитель. Вот его обратно защелкиваешь. Защелкиваешь. Все. Какая-то беда с ним случилась. Сейчас у меня здесь мужики по гаражам ходят. Сейчас мы посмотрим, может быть, что-то у них спросить. Может, они что знают. Ну что, Сашка у нас компрессор починил. Красавчик, блядь. Так, ребята, ну что. Я посмотрел много видео. Ну, как много. 3-4 видео я посмотрел по поводу компрессора. Почему он, короче, до 6-4 атмосфер надувает и, блядь, глохнет. Мы сидели, думали, может, уже и этого не хватает, блядь. Электрики, давление, я не знаю, что там еще у нас есть. Либо уже мотору пипец. Я поменял, короче, масло, слил конденсат в нем. Все-все-все сделал. В итоге один хрен такая же херня. Посмотрел в YouTube, мужик рассказал про вот эту кнопку. Это у нас она, как она получается называется? Ну, предохранитель. Ну, да, что-то там, типа, предохранитель. Там какая-то термо-херня, короче, стоит. И она может быть, пойти, короче, пиздой. И когда компрессор включается, он до 4-6 атмосфер нахерачивает и пипец. И она вырубает эту кнопку сама. И, короче, он сказал отключить эту кнопку и подсоединить напрямую. Чтобы не было вот этой кнопки отключить. В итоге, ну, я не знал, Андрюха, мне говорит, надо сделать вот так, вот так. В итоге мы сделали. Сейчас я вам покажу. Смотрите, все-то сама кнопка стоит. К ней подходит черный вот этот вот провод. Он подходит сюда вот вниз и идет вот сюда на первую. Вот этот синий вверху уходит туда. В итоге мы, короче, отсоединили черный вообще его убрали. Это мы просто подсоединили изоленту. Видите? Там клеммочка хитрая. Да, здесь клемма такая хитренькая есть. Вот. Сейчас я вам даже ее покажу, в принципе. Вот она, сама клемма такая. На синем нету. И чтобы как бы сделать, ну, не отрезать тут провода, мы соединили просто черный синим изоленту сделали. И обратно вот так подсоединили. Ну, ты только это. Там у нас там ничего не перемотано, никаких скруток нету. Мы просто клемма в клемму вставили. Да, да, да. У нас там нет ничего. Чтобы потом отсоединить без проблем и поставить. Ну, то есть там ничего. Никаких проводов оголенных нет. Да, да, да. Чтобы как бы не думали, что мы тут, блядь, нахуй вертили. Да, да, новый компрессор. Вот. И, короче, грубо говоря, это у нас компрессор Зубр. Если вот у кого-то такая проблема случится, вот у него. Зубр КПМ 400 на 50 литров. Зубр КПМ 400 литров в минуту в качал. Да, но он не то, что как бы. Я только... В принципе, название может быть любое. Если у кого-то вот такая вот система есть, то я думаю, наверное... Ну, у многих, наверное, была такая причина. Вот он сейчас вот до 8 атмосфер накачал. Всё, он сейчас врубается. Всё. Вот. Сейчас мы подключим его к сети. Вот. Подключаем. Ну, я, может, это плохо что-то подсоединил. Поэтому он на это зануто. Так, ребят, ну, в принципе, набрал до 8 атмосфер, а до этого только до 6 и глохнул. Не знаю, из-за этой, не из-за этой кнопки. Мы сейчас поработаем, посмотрим, как нам сейчас машину будем грунтовать. Сейчас пошкорю, посмотрю, как он сбрасывает, как нам набирает, а там уже будем смотреть. Либо если ему пиздец, значит, значит, надо везти его. На ТО. На ТО. А он ему сколько, месяц, я его месяц назад купил. Опять же, сколько, может, здесь переделали, его, наверное, уже не возьмут. Придется новую покупать, как улетелось. Ладно, ребят, продолжаем заниматься автомобилем. Погнали. Ребята, ну что, продолжаем дальше заниматься машиной. В итоге, то, что я вам сейчас показал, оно нам не помогло. Мы поставили эту кнопку, транзистор вот этот, или как он там называется, заново поставили. Все обратно собрали, позвонили человеку. И он сказал нам то, что, скорее всего, причина это... Скорее всего, мы дураки. Да, скорее всего, мы дураки, то, что мы так сделали. Он сказал то, что у нас, получается, щиток вот стоит. От щитка он пошел провод туда и в самый конец. И там стояла компрессор. В итоге, сейчас он стоит у нас вот здесь, у двери, пока что. Будем дальше смотреть и решать, как сделать. В итоге, не хватало ему... Ну, энергии, можно так сказать, не хватало. Мы его сейчас подключили прямо напрямую к розетке, рядом прямо щитком. И у нас он запустился и работает. И повторно запускается. Ну, короче, все заебись. Поэтому Андрюх радостный ходит, топит. Мы, короче, сейчас, может быть, съездим, купим что-нибудь перекусить. И будем начинать пробовать уже грунтовать автомобиль. Поэтому продолжаем далее. А сейчас мы покушаем. Поехали в магазин, сейчас съездим что-нибудь купим перекусить. Ну, напарник уехал. И будем заклеивать машину, протирать, обезжиривать и грунтовать. Поэтому сейчас перекусим. Время уже обед у нас. И долго сегодня провозили с компрессором. Но, слава богу, что хоть что-то уже сделали. Поэтому продолжаем заниматься. Покушали мы. Приятного аппетита. Покушали. Ролтенька. Ролтенька, блядь. Ролтона. Дубль два. Ролтона. Вот. Начинаем обклеивать автомобиль. Будем сейчас грунтовать его. Обезжирим. И будем грунтовать. Поэтому скоро тачка будет готова. Это у нас вторая серия. Мы ее загрунтуем. Третья серия у нас покраска. Четвертая серия у нас будет сборка. И пятая продажа. Поэтому продолжаем заниматься. И грунтовать. Все. Дворники, короче, мы с левой стороны дворник не смогли снять. Я не знаю, что с ним надо, блин, делать. Короче, в итоге решили так покрасить. Нормально будет. Тут и так уже красили. Вместе с дворником. Вот. Все сейчас обклеиваем. Андрей тут натопил печку, блядь. Дышать нехуй. Андрей, блядь, натопил. Заебись, я. Че ты. Вот. Все сейчас он обклеивает. Тут можно пока газетку почитать. Он клеит и читает, блядь. Анекдоты рассказывает. Все. И будем приступать к самой грунтовке. Ну, все. Подготовили мы машину для грунта. Сейчас мешаем. Заливаем. И будем ее грунтовать. Дядя Андрей будет грунтовать. Либо я. Поэтому. Че ты нашел? Че? Ну. Нихуй. А вот. Три, вот. Четыре и один, вон. Десять. Че ты. Четыре. Четыре к одному, блядь. Этот разбавитель, нахуй. Да? И десять процентов этого, блядь. Растворить. Угу. Так. Так. А мне надо? У нас сколько получается, блядь? Че сколько получается? Ну, бери этот. Стаканчик. Посчитать, наверное. Стаканчик наливаешь. Да. Где она тут? Наливаешь, короче. Сколько нам? Пятьсот грамм, да, нужно сюда? На машину? Побольше, да. Ну, налей пятьсот. А у нас одни только такие? Че? Ну, ты одноразовый взял? Да. Шестьсотграммовые? Да. Семьсот пятьдесят. Семьсот пятьдесят, да? Семьсот пятьдесят, да? Ну, вот, короче, наливаешь. Пятьсот. У нас четыре к одному. Да? Четыре к одному. Где у нас четыре к одному? Вот, четыре к одному. И десять процентов. Вот, короче, вот так краски грунта. Вот у тебя десять отвердителей и двадцать вот этого. Короче, до десяти наливаешь. Кажется, давайте сейчас покажу. Сейчас шкурка все покажет. Так, мы возьмем электрод, который будем мешать. Возьмем такой электродик и будем мешать. Протрево. Отбить мышь, чтобы не сыпался. Да не будет сыпаться ты, он нормальный. Нет, лей туда. Ну, ты что, смотри, ты тоже, знаешь, там не шарно. Вот ты туда, лей, а смешаешь все. Так, что ты давай лейте, скажу. Лей. Не жалей. Можно даже. Хорош? Все, хорош. Угу. Там еще есть, можно, кстати, еще, давай еще, лей. Здесь полбанки. Лей. Нормально, значит. Я думал, может, не хватит. Лей, еще, еще, еще. Еще, лей, лей, лей. Хорошо, что. Не, не, лей. Еще тема, лей, чуть-чуть надо, лей. Хорош. Вот. Теперь берем мы отвердитель. Берем отвердитель. Так, растворитель мы вот такой взяли у нас. 150 растворитель. Берем отвердитель. Сейчас откроем. Намешаем. Нормально. Давай, лей. Скажу сейчас. Лей, лей. Хорошо. Вот, четко, прям, все, хорошо. Тебе, она хорошая? Да, 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 да. Что-то мало, блядь. Нормально. Теперь этого растворителя. Все, все, по меркам. Даже передвинул. Не вижу. Мало, йог. Нормально. Давай, теперь удастся. Дальше, вечно. Нормально. Давай, дай сюда двадцатку. Еще чуть-чуть. Все. Теперь мешай. Ну вот, как-то так, ребят. Мы не прям уж прям профессионалы, но все делаем по меркам. Если что, не так, в комментарии напишите. Ну, я думаю, мы все так делали. Четыре ватных к одному. Ну, я думаю, мы поймем сами, когда она понятага будет. Да, да, да. Нам все скажет. Так, ну что, все, сейчас мы помешаем. Начнем грунтовать. Нам надо еще давление выставить на самом компрессоре, чтобы он выдавал определенное давление. Сколько там у нас? Четыре, да? Три с половиной надо? Сколько у тебя, Касаполь? С моего бы им ложить? А? С моего бы им ложить? Ну, почему? У нас грунтовочный, вон, железный. А, ну, грунтовочный. Ну, почему? У нас же грунтовочный, лачный. И базный. Там написано, написано. Давай сейчас посмотрим. Там-то на нем-то еще тоже можно это сделать. Вот он у нас. 1,5 диоза. 1,5. 2, 20, 20. Что, блин? Ну, короче, будем так же делать, да и все. Вот у нас красополь. Это мы его купили специально для грунта. 1,5 диоза. Конечно, нужно будет побольше диоза. Какая-нибудь 1,6, 1,7. Что-хуй, подобие такого. Он будет больше распылять. Хватает, хватает. 1,5 за глаза, блядь. Его и особо не жалко, но все равно лучше бы, ну, желательно все равно после каждой покраски, да, после грунта его нужно очистить. Желательно. Желательно. Ну, нужно. Так, ну что, ребят, сейчас я выставлю на компрессоре давление определенное, и мы уже будем заливать грунт в красопульт и будем окрасить. Естественно, я буду снимать, показывать. Погнали. Сейчас начали мы грунтовать машину. Сейчас перекроху, а? Компрессор нормально работает. Так, ну что, ребят, сейчас мы загрунтуем машину. И я вам всему покажу. У нас грунт пошел. Все, компрессор работает. Краснопульт работает. Все работает, поэтому грунтуем. Высыхает, замывает и красим автомобиль. Погнали. Все, машина загрунтована. Сейчас я вам покажу. Вот все, машину мы загрунтовали. Уже сглазили, блядь. Да, уже сглазили. Все. Все, машина загрунтована. Теперь осталось нам ее уже пыльнуть, покрасить. Сейчас грунт высохнет. И в следующей серии вы увидите уже, как красим автомобиль. Все, машина загрунтована. В следующей серии выйдет, как мы ее будем уже красить. А потом собирать машину. Поэтому на сегодня, наверное, все. Всем спасибо, кто нас смотрит. Всем пока. Андрюха, говори пока. Чао. Чао. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...